всем привет в этом видео хочу поделиться своим опытом выбора и сборки кокпита также рассказать вам как самостоятельно собрать как пит используя конструкционный алюминиевый профиль наверное почти каждый кто решил пробовать всем рейсинге начинал с того что крепил базу к столу гладильной доске при этом и далее просто лежат не закрепленные к полу вот например как на этом фото это фото из 2018 года когда первый раз пробовал гонки gts на руле но минусы при этом очевидны это хлипкость всей конструкции когда больше думаешь не о гонке о том как бы эта вся конструкция не развалилась педали при этом уезжают вперед ну и немаловажный фактор это то что конструкцию надо постоянно разбирать после гонки а потом снова собирать обратно даже если крепишь базу к столу своего пока эти все равно надо делать и это занимает довольно много времени быстро надоедает и по итогу ты просто не играешь по итогу тогда я собрал себе заказал себе как пит самое доступное и компактное что для себя нашел ты как пит place in place it и челлендж вполне достойный вариант для базы и педалей начального уровня сидеть на нем было уже гораздо удобнее смелее можно было работать рулем педали при этом нам не болтались попробовал понравилось затем к сожалению в связи с переездами это все дело подал и вот несколько лет спустя решил вернуться к этому вопросу еще раз на этот раз подойти именно к выбору кокпита основательнее тем более что прогресс в этом направлении а направление sim racing просто семимильными шагами прошел и так остановился я на алюминиевом профиле почему изначально там мотала от place it evolution до двигающие платформы 4 рядов долго думал выбирал некоторое время уделил сбору информации пришел к выводу что одно из самых прочных а возможно вообще самое прочное что существует и что можно собрать и приобрести это кокпит из конструкционного алюминиевого профиля у такого как пита будут отсутствовать всяческие люфты при этом при проектировании можно учитывать абсолютно все множество регулировок все по сути ограничивается вашей фантазии это похоже на конструктор лего вообще конструкционный профиль изначально создан наверное для сборки промышленных объектов оборудований креплений стеллажей и прочего прочего но как оказалось им применение его даже шире наверное чем предполагали создатель этого профиля и вы решили собрать как вид из профиля то у вас два варианта это либо купить готовое решение на авито так как не заморачиваясь либо сделать заказ производителю самостоятельно ну как раз таки это видео о том что заморочек то особо нету то есть самое сложное в этом процессе это сборка как пита а собирать его придется и в том и в другом случае для себя решил что буду собирать самостоятельно по итогу вот забегая немного вперед скажу что это обошлось процентов на 30-35 дешевле чем если бы я купил готовое решение на авито и посмотрев несколько видеороликов на ютубе ознакомился с множеством зарубежных наших вариантов исполнения и остановился вот на таком варианте подглядел я его на канале максима морозова за что ему большое спасибо за подробную инструкцию макет практически копия может быть и полная копия как пита от simproject который продается так как раз мне он показался простым удобным плюс все выглядит достаточно эстетично собственно все что вам нужно это знать какой профиль каких размеров заказывать также необходимое количество крепежа рассчитать все это несложно вы можете сделать как это в принципе на бумаге просто нарисовать либо воспользоваться специальной программой она бесплатная удобная простая программа называется майкад ссылку на эту программу и на 3d модель я в описании укажу как питу я а также начертил уже сам стойки для крепления монитора с нишей сзади для пока или playstation чтобы это все дело не валялась на полу делая ее немножко так запасом чтобы можно было потом ее баннертировать под трипл-скрин потом просто докупить еще профиля и делать линию трипл-скрин вот собственно все просто как вы начертили и знаете какие у вас размеры переходим собственно к моменту заказа самого профиля выбирал я между компании собери завод и rsi где такие популярные есть по-моему еще но на слуху были вот эти две компании я к остановился на компании rsi ваш профиль и и там и там достаточно качество выбирайте где вам удобнее где дешевле где логистика дешевле вы и так далее собственно заказывать не сложнее чем в любом другом интернет-магазине добавляем комплектующие в корзину отправляем на обработку заказа я также еще дак заказал порошковую окраску профиля и уголков черный цвет все всем настоятельно рекомендую красть и накрасит кокпит он получается при этом ночь поле презентабельным и выглядит как полноценный законченный продукт стоит это недорого если вам нравится тот вариант который здесь реализован то вы можете просто скачать и готовую таблицу excel где укажу все необходимые размеры для профиля и комплектующих отдельно для стойки отдельно для кокпита по ценам я сейчас вам покажу на экране вот два счета один из без трипл скрина второй вариант с трипл скрина само исполнение заказа заняло около недели еще на три-четыре дня занял доставка доставка во штат недорого что-то в районе полторы тысячи рублей пока готовился заказ искала значит кресло приобрел итоге у себя в городе в обычном автомобиле магазине полуковш так как мне была важна именно возможность регулировки наклона спинки в комплекте с ковшом были салазки их нам был только установить на ковш и закрепить собственно к самому кокпиту и вот значит дождался до дождался посылки приступили к сборке собирали мы с другом и вдвоем распаковали комплектующие качество покраски резкие изделия все на высшем уровне собрали все не торопясь течение нескольких часов были конечно там всяческие нюансы по сборке но не тяжелые собственно разобраться несложно в этом вопросе наверно самым сложным было установка педалей которые я еще отдельно до заказал педали тлсм то что комплектные педали от 1 мастера не ахти какие и вот установка заняла чуть дольше времени чем я думал педали пришлось разобрать с придумывать как крепить по итогу я закрепил там с помощью обычных болтов гаек к профилю в качестве временного решения но мы-то знаем что нет ничего более постоянного чем временное самое главное что по итогу педальный узел закреплен намертво никаких люфтов отдельной задачей было создать правильный угол наклона педали сами педали я установил под углом 90 градусов что-то так назовем посадка gt так для меня оказалось удобно удобнее всего кстати при разборке педалей обнаружилась интересная деталь внутри установлен небольшой бачок с жидкостью который собственно и добавляет этот вес внушительной всей конструкции такой вот бюджетный лайфхак от трасс мастера ну а дальше собственно финальные штрихи регулировка как пита под себя закрепляем все декоративные элементы торцевые заглушки для профиля накладки на уголки прячем провода и смотрим что получилось результатом я полностью доволен конструкция как и предполагалось получилось довольно крепкой нет никаких люфтов руль закреплен на комплектную струбцину для руля тут 300 в принципе вполне достаточно под кокпит положил обычный коврик для беговой дорожки как мне кажется получилось вполне гармонично и целостно что ж всем спасибо за уделенное время надеюсь видео вам оказалось полезным удачи и успехов в сим рейсинге